сейчас с нами будет одна девушка которая все знает про пиар в России вот Юля привет здравствуйте Яна я тоже тебя рада видеть Юль а ты наверное сейчас самый непредсказуемый гостья потому что мало кто тебя знает я хочу тебя представить Юля занимается пиаром она топ менеджер она знает про пиар вообще в России все и она начинала очень-очень давно с Димой Биланом это были мои первые за заработные деньги были с вами вот понимаешь я вот ты вот знаете какая вообще аллегория в этой истории была девушка которая работала у меня получила свои первые деньги по работе в работе со мной работая в моей команде и она покупает благотворительные эфир спустя сколько лет 7 8 10 лет она покупает такое таково было мое удивление что мой благотворительный прямой эфир покупает а можно сказать коллега можно сказать я была наставником у Юлии и вот кстати Юля сама стала большой единицей кстати вообще я хочу сказать что надо отдать должное что все ребята кто со мной начинал с нами Дима этот путь все стали большими топ менеджерами и практически все открыли свое дело вот скажи пожалуйста что ты сейчас думаешь по поводу пиара в России вообще жив или нет нет я еще хотел сказать что во первых я всегда восхищалась именно вами именно вы для меня были всегда примером как вы могли открывать любые двери открывать любые стены и поэтому собственно это мой девиз по жизни что нету преград все все можно достичь порту и опытом конечно который приходит но у тебя вот скажи вот я я например сейчас не понимаю что происходит с пиаром в России потому что я знаю что ты сейчас работаешь с тимой белорусских да у тебя очень много артистов вот скажи пожалуйста вот действительно сейчас стриминг артисты как-то вытесняют наш шоу-бизнес и занимает очень мощную нишу вот правда ли что все стриминговые артисты настолько вытеснили глобальных артистов что мы практически в скором времени будем наслаждаться только тимой миаги и так далее или будут все таки или все таки есть вот этот рынок которые хотят видеть все таки артистов фундаментальных вот что ты думаешь постоянно все меняется сегодня тима завтра нет да аудитория выбирает артиста то есть ты выложил проекта получила аудитория но дальше ее нужно удержать и у нас сколько артистов однодневок постоянно меняется сказать по одному треку потом у них сносит крышу и на этом все заканчивается и только благодаря команде правильному а например если брать историю стима белорусских кауфман лейбл а у него замечательный продюсер александр кауфман который пишет замечательную музыку и большая работа большой команды если его многих артистов которые стреляют в интернете у них нет этой команды они записали где-то трек они стрельнули и у них сразу сносит крышу потом ничего не получается тем людям у которых сносят крыши что какой совет от юли какой-то от тебя совет я всегда говорю о том что надо всегда снимать розовые очки надо всегда иметь при себе людей вот таких как ты таких как я которые могут могут ключевое слово не петь в уши какой-то замечательный класс а то что постоянно приземляет и говорит что остановись не за звездись стоп нужно дальше работать нужно не останавливаться главное чтобы человек не улетел в космос вот тима белорусских он не улетел в космос нет того что у него отлично опять же говорю у него были люди которые сейчас есть во первых он сам очень простой парень ему в принципе не надо было никуда улетать но другие артисты просто должны зависеть обзавестись хорошую команду например в лице нас или музыкального лейбла должны быть наставники люди которые направляют в медиапространстве иначе просто быть одному и выживешь в шоу-бизнесе лучше но скажи вот допустим я хочу взять вашу команду под какого-то под какой-то проект ты работаешь только шоу-бизнесом или ты работаешь с блогерами с какими-то специальными людьми которые допустим скажем так мотивирующими ну то есть есть разные там люди которые там занимаются психологией там не знаю там диетологии я бы как правильно сказала врачеванием потому что все тоже врачи которые очень активно себя продвигают в инстаграм у меня вызывает всегда легкий шок вот скажи я знаю про тебя что ты сейчас очень большом топе что у тебя практически тебе невозможно попасть у тебя действительно есть команда которая работает над имиджем на стратегии над различными идеями ты берешь вот допустим сейчас посмотрели наш эфир люди говорят мы хотим к юле пойти чтобы она занималась там нашим инстаграмом нашим пиар возьмешь кого-нибудь да у нас три направления такие основные первое это музыкальный бизнес о котором мы говорили а второе личностный пиар пиар личного бренда мы работаем с топовыми блогерами с кариной кросс с лерчиком смотри как дела то есть это уже введение готовых блогеров медиа пространство то есть блогеров много они все теряются соответственно того чтобы они узнали уже боль более большая масса не только инстаграм они тоже приходят к нам и третье наше направление это мы уплощаем мечты если девушка красивая девушка хочет сняться в клипе или фильме или попасть на обложку глянцевого журнала это тоже к нам на самом деле хорошо а вот вы можете дать например мне очень часто пишут вы можете нам дать рекомендации как вести инстаграм как что сделать у вас есть такой имиджмейкер который занимается там причёсыванием даже не только твоего образа причёсыванием даже твоего инстаграма есть такие вот люди которые могут заговорить о том что будет трендово что нужно снимать какие давать направления вот например все думают что у меня есть там огромная команда которая занимается моими роликами это неправда все видео мы снимаем мы сами дома действительно есть мой технический директор который вот ты знаешь может быть лёша шумилова который все дома пишут иногда что-то подсказывает сейчас я завела тик ток я вообще просто в шоке от этого тик тока потому что это вообще другой мир это просто другая планета и это значит есть люди которые мне сейчас направляют в этом мире вот но я могу сказать что без этих людей я вообще в этом мире никто поэтому для меня вот такие люди как ты это очень важные люди потому что можно долбиться головой об стенку ничего не будет получаться можно просто прийти таким людям как вы и вы реально можете помочь а дорогие ли у вас услуги почем нынче 5 услуги индивидуальный подход зависимости от объема задач и от начального потенциала не ну от скажем так для скро и до это как абонемент да по не получается по поводу команды да у нас действительно команда 10 человек на данный момент у нас более 35 подрядчиков которые на поле такие тысячи другие услуги то есть работает 30 градусов но понятно не скромничай в общем я хочу купить абонемент чтобы ваша команда команда калкман занималась допустим моим пиаром сколько стоит абонемент команда калкман занимается музыкальной истории они могут и стать песня а у меня гет-пиар да кстати ну хорошо давай давай не будем какое-то направление калкман уже уходить давай твое направление вот твои твои услуги твоей команды сколько будет стоить в месяц вот в качестве там вот так вы тоже сразу там просто не понимать что вот люди смотрят у которой все-таки на карантине у который все-таки тоже тоже подушка безопасности заканчивается поэтому надо понимать что все-таки уже время другое я я если брать абонемент по оплату да то есть наберется продукт клиент и и а под него расписывается план это от ста тысяч рублей да а скидки есть яна с вами мы все обсудим нет со мной это понятно я вообще бы обломалась в голову стреком нет вы серьезно нет мы больше работаем за качество чем за количество поэтому лучше взять меньше я знаю что очень многие ваши клиенты не хотят чтобы знали что вы занимаетесь ими я знаю что огромное количество ваших клиентов скрывает то что вы занимаетесь пиаром почему люди не хотят говорить что есть прекрасное такое агентство вот я например всегда говорю вот у меня есть вот агенты да вот у моего мужа есть агент в америке который живет я без агента пока бездомная нет никто меня еще пока не приютил сама креативлю но почему все-таки люди боятся говорить о том что у них есть пиар агентство которыми занимаются это сложный вопрос потому что например я могу привести пример например а пиаром дашек в кино да и вика короткова занимается агентство до сибуби и я вижу количество рекламы я вижу количество интересных контрактов интересных проектов у них и вижу очень много девчонок у которых действительно ничего не происходит кроме просто вот этих непонятных и безумных ссылки который мне кажется уже ага столько всех достали а вот мне кажется что ваше агентство ваша работа как раз нужно для таких девушек у которых есть безумно прекрасная внешность и при этом есть и образование или нет потому что у вас есть такая возможность чтобы вас вели правильно а потом еще с вами вместе зарабатывали очень приличные деньги потому что ваша команда приличные деньги зарабатывает вы даже покупает боготворительные эфиры еще раз тебе хочу сказать спасибо спасибо и хвалю ваше агентство потому что много знаю и пример тима белорусский как раз один из таких примеров когда действительно очень звездный парень действительно ходит по земле добрые общительные и и ему кстати большой привет да я вам тоже привет от него ну что Юля огромная да да значит ну я же ну я из Балгарина это крутейшее агентство которое именно занимается потом я с собакой гуляла потом я с Женей резала салат потом я еще что-то делала что они очень понятильные ребята и очень красиво спасибо спасибо про кошку там чуть ли она уехала пока пока вот и она сейчас сидит